Сегодня в серии. Мы запускаем наш первый корабль, выходим на орбиту, строим его изначально от нуля, со всем объяснением, что к чему и так, для новичков и не только, и делаем полную миссию с возвратом на Землю. Итак, смотрим! Всем привет, мои дорогие подписчики! И снова у нас Kerbal Space Program. Продолжаем нашу карьеру. Kerbal Space Research продолжает свои изыскания на Ниве Исследования Космоса. Итак, у нас сегодня второй эпизод нашего нового сезона в версии 1.3. Вам спасибо большое за ваши комментарии, лайки и участие во всем этом безумии в Kerbal Space Program. Вот. Ну, для тех, кто пропустил серию, не забывайте, что сверху у вас появится ссылочка на предыдущую серию, или вы можете посмотреть ее в описании канала, или в просто плейлисте. Также не забывайте находить по предыдущим версиям, тоже есть плейлисты, есть прохождения. А мы продолжаем. Значит, в прошлый раз мы закончили тем, что мы разресерчили несколько деталек. И давайте посмотрим, что мы с этими детальками можем сделать. Единственное, подождите, я забыл, забыл, что у нас контракты подошли к частичному концу. Мы сейчас обратно выйдем. Да, видите, так туго собирает это дело. Подзагружено уже. И загрузки немножко долгие. Ну, что делать? Моды дело такое требует. Ага, да-да-да. Так, и что-то я не могу понять, а как это у нас? Ага, нет ни одного доступного контракта пока больше, пока мы не выполним запустить первый аппарат. Ну, хорошо. Ладно. Для того, чтобы нам запустить первый аппарат, нам нужна дополнительная наука. Где эту дополнительную науку взять? Значит, у нас наш Kerbal Space Center на самом деле является огромным-огромным местом по сбору науки. Да вообще сам Kerbal является огромным местом по сбору науки. Итак, у нас есть вот этот TG-T1 Truck Cabin. Вот, у нас есть узкая кабина и есть широкая модификация. Я не знаю. Давайте пока узкую попробуем. Значит, есть узкая модификация. И давайте поищем какие-нибудь желтые части от него. Это у него есть радиальный бак с топливом. С каким? Жидкостным топливом и кислитель. То есть, в принципе, это ракетное топливо. Компоненты это хорошо. Ага, вот, стоп. Есть колеса. Колеса у нас работают от электроэнергии. Полтора заряда в секунду, скажем так. 30 градусов поворота. Ход подвески 0,04 метра. Есть батарейки. Первый. Отлично. Так. И увеличилось количество. Есть сейсмический акселерометр. Давайте мы его сюда повесим. Куда-нибудь. Вот так вот. Сейчас уберем вот этот 15-ти привязку градусную. И у нас появится. Это, так как минимум, фара. Отмодав. И температурник. Вот так вот. Три прибора. Также у нас появился пресс-омат сторож круглый. Океанографии. Патиметрии. Извлекаемые данные. Так. Где он должен быть? Возможен сброс. Депп стресс. Холл. Три 100 метров. Так. Ну, это, короче, из модов. Его надо пускать обычно в воду. Ага. Вот. Вот наши детали. Они появились в утилитах. Track session. Track session. Middle. Rear bumper. Rear bumper. Широкий и узкий. Ага. То есть. Wheel block. Вот. Значит, есть у нас wheel block. Мы его сейчас развернем. Вот. Так. Потом есть секция. Я так понял, лучше вот так кверху. Значит, есть широкие, видите, секции. Вот. Есть узкие секции. Это зависит от того, какую вы кабину брали. То есть, модификация есть узкая, широкая. Давайте мы возьмем... Вот так, наверное, его. Да? Или нет? Давайте подлиннее чуть сделать. Что-то мне хочется его... Это бампер. Подождите. Вот так. Потом колеса. Потом бампер. О! Задний бампер. Видите? С фарами. Красота. Теперь колеса. Колеса, мне кажется, должны быть как-то вот так. И они должны быть с двух сторон. Ну, нормальный такой получился. Только почему-то все равно он построил колеса с одной стороны. Сейчас мы попробуем еще раз взять колеса. И построить их... Сейчас с двух сторон. Нет, колеса он строит только с одной стороны. Возможно, это обосновано тем, что он не умеет правильно считать повороты, управление. И мне кажется, я его боком поставил. А должен был поставить... Ээээ... Не тем. Да ну елки. Вот. Вот так, по-моему, правильно. Да. Широкой частью кверху. Узкой книзу. Вот, если посмотрите, есть там у него широкая часть. Которая крепится. Вот. Вот теперь у него правильно должна работать подвеска. Для того, чтобы она работала... Давайте посмотрим, что тут еще у нее есть. Ничего больше нету. Нам надо затариться электричеством. Самая большая... Это 800-ка. Вот эта батарея. Если Alt зажать, она должна успеть притянуться. Почему-то она не работает. Так, 800 и 400. Да. Все правильно. Но не работает привязка. Поэтому будем вешать обычные. Так. Вот эту привязку уберем. И будем вешать обычные батареи. Вот. Здесь влезут две. В принципе, влезут. Почему я их сюда не поставил? Для того, чтобы вес немножко скорректировать. Если он... Да. Вот такой. Так. Ну что. Попробуем погонять на этой радости. Давайте ему еще антенну влупим. Для общего, так скажем, впечатления. Вот сюда. Не. Вот сюда. Ага. Не получится. Ладно. Не, ну как получится. Но можно сделать, конечно, так. Хитро. Можно взять вот так поставить. Потом выбрать вот этот редактор. Взять его сюда. И вот здесь опустить. И получится вроде бы как антенна у нас изначально там стояла. Что, в принципе, имеет право на существование. Хорошо. Запускаемся. Так. Попробуем. Я покажу, как бы, для тех, кто новичок, КСП, что можно делать. Потому что мод кей читерский. Да. Но идеологию, как вот должен проходить процесс, я покажу. А дальше вы решайте уже сами. Итак. Мы загрузились. Вот они мы. Мы в кабине. Кабина, в принципе, есть. Достаточно классный обзор у кабины. Я еще жду обновления моды по управлению из кабины. Изнутри. Вот. Ну, давайте попробуем поехать. Давайте попробуем поехать и посмотреть, как работает управление. Так. Управление тягачом работает клевое. Я на него посмотрел. Знаете, мне сразу захотелось этим тягачом куда-то подъехать. Под какую-то телегу. Зацепить ракету. И потянуть ее на стартовый стол туда. Но мы с вами научные данные собрали в прошлый раз. Крюрепорт, видите, ничего не дает в этот раз. Что нам надо? Нам надо свалить куда-нибудь в сторону, как говорится. Давайте по полосе проедем. Мы же тягач в конце концов. Пусть мы и очень быстрый, но тягач. Вот. Что-то за провал такой. Управление очень резкое, поэтому будьте аккуратны. То есть, несмотря на то, что он тягач, можно, конечно, например, колеса ограничить. Видите? А здесь, наверное, нету, да? Двигатель, моторизирование, направление. Иногда бывают моды, где можно ограничить поворот. Ну, вот давайте мы сюда зарулем сейчас. Куда-нибудь подъедем. Например, к нашей сборочной площадке. У-у-у! Ю-у-у! Видите, на больших скоростях у нас пробуксовывает. Вот мы оказались уже в другом биоме, по сути. Я не знаю, сейчас здесь можно где-то посмотреть или нет, но не суть важна. Есть моды, которые показывают тот биом, на котором вы оказались. Можем затормозиться до полной остановки и провести эксперименты. Например, Crew Report, видите, полторы науки. Сохранили. Берем температурные показания. 0,9. Сохранили. То есть, в каждом, скажем, биоме, ну, назовем ее биомом, да? Посмотреть данные. И Collect Impact Record. Нам сейсмические показания надо. 6. Ух ты! Аж целых 6. То есть, вот таким вот образом вы ездите, собираете эти данные. И проблема еще в том, что передача, например, науки, посмотреть собранные данные, да? Передача, ну, вот здесь еще ничего, да? 100% передачи науки. А есть модули, которые при передаче науки дают совсем мало. И поэтому неудобно их передавать антенной. Приходится их брать один раз. Или обвешиваться, например, здесь там шестью термометрами, шестью там барометрами, да? Для шести там разных зон и ездить собирать. Ну, вы можете развлекаться этим делом. А мы вернем аппарат на родину. И представим себе, как говорится, Джонни, сделай мне монтаж. Вот, мы представим, что у нас был монтаж. И мы данные о Kerbal Space Center все собрали. Как мы это сделали сейчас? Через K мы собрали аж 184 научных поинтов. Каким образом? Доклад об обстановке 38 поинтов. Это со всех мест разных. Температурные данные 12. Дарное атмосферное давление 12. Сейсмические активности 99. И доклад экипажей 21. Видите, сейсмическая активность, она дает по 6 единиц с каждой штуки. И здесь много разных ситуаций есть, в которых можно это взять. И получается всего 99. Он собирает информацию и получает данные ресерча только с Kerbal Space Center. Нигде иначе. То есть, он у вас не забирает из атмосферы, он у вас не забирает из космоса. Поэтому он не читерский, скажем так, а оптимизационный, я бы сказал. Здесь, соответственно, вам выпадает вся информация о том, что было проведено. И теперь мы с вами, куркули на 200 ресерч-поинтов, можем наконец-то разресерчить себе базовые основы ракетостроения. Сразу за 20, общее ракетостроение, стабилизацию сразу, дополнительные модульные крылья обязательно. Они стоят единицу, а добавляют очень много разных крылышек. Живучесть, борьба за живучесть всегда была одной из главных проблем ракетостроения и вообще новых технологий. Поэтому мы ее исследуем обязательно. Общий прирост, скажем так, у нас идет научных нод по каждой линии. То есть, каждая следующая будет дороже. Вот. Если кто помнит, в предыдущих сезонах я играл Engineering Tech 3. Оно распадалось из центра в разные ветки, шло как звездочка, как солнышко. Так вот, там одни и те же ноды могли стоить совершенно разно. Одна нода могла стоить 50, вторая могла стоить 400. Так, легкое ракетостроение мы тоже сразу заберем, потому что наша задача рваться в космос. Базовая сборка. Добавляет всякие дополнительные штуки за 45. У нас с вами еще есть крылышки. Авиация. Авиация добавляет нам много разных двигателей авиационных и кабин. Пока мы это скипнем. Управление полетом. Важная вещь. И даже добавляет нам с вами первые модули от МехДжеба. Мы ее забираем. Дальше. Аэроспейс Инжиниринг. 45 юнитов. Это последняя технология, которую мы можем с вами взять. Вот. Я имею ввиду последние не из ветки, а именно у нас больше поинтов не хватит. То есть какую-то мы должны взять. Либо базовую сборку, либо авиацию, либо фундаментальную науку. На что я склонен больше всего, потому что здесь появляются первые лайф-саппорт модули. И модулей достаточно много по исследованию наземному и науке. То есть мы должны не забывать про науку, потому что мы должны как бы ее толкать, развивать, получать научные поинты. Поэтому я сейчас еще раз посмотрю, что здесь есть. Здесь есть парашюты неплохие, но парашюты были и здесь. Нет, тут был один только парашют. Да, хорошо. У нас задача с вами небольшая, пока вырваться за пределы Кербала. Поэтому мы возьмем вот это дело. Половина, конечно, тут исследований это планетарные. Это мод, который планетарное исследование. То есть Кербал выходит такой себе из самолета и собирает, расставляя вот эти части. Вот это PowerSocket, розетки, тоже розетки. Вот это командный модуль, вот это разные рефлектроны. Знаете, что я могу сделать, о чем я подумал? Не то, что подумал, не забывайте. Когда вы открываете новые научные данные, научные эксперименты, не забывайте заглядывать в Кей. Она вам позволит проводить эти исследования материалов вокруг здесь и сдать еще 177 поинтов. Опять же, эти поинты не называйте читерскими, потому что вы это все можете получить честным путем, затратив время, просто собрав с каждой точки вот эти Material Study. Да, можно построить какую-то колбасу, которая будет здесь ездить или делать 5-6 заходов, но мы экономим свое время, а космос у нас остается неисследованный. Поэтому 177 очков на утке, естественно, мы не будем хранить в кармане. Live Support контейнеры мы забираем сразу. За один можно было их сразу забрать, я чуть не подумал. Дальше. Advanced Aerospace, парашюты большие, мы забираем. И у нас еще с вами на 3 технологии, может быть, получится. Либо, если по 90, мы можем взять уже следующую ветку. Здесь уже, видите, разделяется легкое ракетостроение, разделяется на двигатели, на топливные системы и на продвинутое ракетостроение. Вот. И тут уже приходится думать сильнее. Здесь много интересных модулей. Здесь базовая сборка. Наверное, все-таки базовые модули надо будет все взять. Я только посмотрю. Медиатюризация пока, наверное, рано. Вот электричество, электроника. Что позволяет нам электроника? Она нам дает раскладные панели солнечные, вот, навигационные огни, батареи. Дает новые антенны, коммунитронная, аккумуляторная батарея на 4000, это очень круто. Комутрон, который дает 8 метров. Так, стоп. А вот, дистанция его для Remote Tech 50 мегаметров, что очень-очень круто на самом деле. Есть 10 гигаметров уже, но это направленная антенна. Есть SolarWinds спектрометр. Это вот из того мода, который собирает данные с земли. Ресайклинг нам пока не нужен. И база постройки пока рановата. Поэтому, наверное, мы возьмем с вами базовую постройку, базовую сборку. В авиации просмотрим еще раз лендингеры всякие. Надо будет летать нам периодически куда-нибудь 45-98. В принципе, нам хватает на две науки по 45, либо одну на 90. Две по 45 у нас нет, поэтому правильно взять одну на 90. Посадочные модули Airbag есть у нас, Inflated. Ноги. Мы пока садиться никуда не собираемся. Хотя, нам бы обеспечить связь хотя бы, куда там садиться. Так, и вот здесь уже пошли командные модули. Видите, Simple Command. Простой командный модуль на одного человечка. А здесь исследование космоса. Здесь появляется еще колдкатодный нейтрал и он детектор какой-то. Лунный спускаемый модуль. РПВС антенна. Это исследование. Аэродинамика нам пока тоже не сильно нужна. Хотя и крутая, я люблю эту авиацию всю. Сборка. Опа, стоять машина. Продвинутая сборка. Появился молоток. Кирка. А это значит, мы можем собирать уже в космосе что-то. Orbital Construction Dock. Это из мода Interplanetary Launchpad. Extraplanetary. То есть, оно позволяет нам из деталей собирать схемы кораблей прямо в космосе. То есть, мы готовим в нашем центре, сохраняем ее как деталь, как схему и вперед. О, Тайл Коннектор прикольный. Наверное, рановато. Рановато. Топливные системы, перепускной бак есть. Шланга не вижу. Шланг либо открылся раньше. Либо будет доступен нам попозже. Да, вот продвинутые топливные системы, он будет аж вот здесь, внешний трубопровод. Миниатюризацию, а, наверное, да. Продвинутые ракетостроения, слишком большие двигатели там, они нам пока не нужны. Шестьсот пятьдесят, хотя, ты знаете, шестьсот пятьдесят ньютонов всего-то. Ничего, Liquid 30. Черт. Что брать? Давайте продвинутые ракетостроения возьмем и пойдем строить ракету, которая побьет все рекорды. Значит, наша задача запустить, мы же еще не взлетели ни разу, выйти в суборбитальный полет и, возможно, даже в орбитальный полет. Вот, и я не хочу запускать туда кербонавта, поэтому я хочу запустить туда спутник. Спутник, например, вот этот, он сразу может мерить температуру, то есть какие-то данные мы получим из кербала уже. Такая зеленая трава, лето. Ага, ближе не получится. А теперь давайте собирать из-за того всего. Значит, Fuel Tank. Ой, какой-то маленький Fuel Tank. Монотопливо, двадцать пять. Этот ставится внутрь, я знаю, слушайте, я ближе хочу. Слишком, слишком далеко, почему я ближе не могу? А ну, подождите. Как-то странно. А-а-а! Все. Дядя Ваня забыл клавиши. Это он руку положил на Shift, который правый. И он не срабатывает, естественно. Вот. Я же знаю, что я мог гораздо ближе придвигаться. Хотя у нас есть уже командный отсек, но я не буду. Так. Это слишком большие. А я хочу совсем маленькие, такие вот миниатюрные топливные бачки. А здесь двадцать два. И нужен соответствующий двигатель. И двигателей у нас уже много. Так. Это... Это джеты. Это что? Liquid Fuel. Сто сорок четыре тяга. Ммм... Это огромный движок уже даже. Так. А теперь найти какой-то маленький надо. У этого... О! Вакуум и пятнадцать тяга. О! Вот это наш размерчик. Сразу мы смотрим. Значит, ТВР. Это тяга. А Дельта В. Это запас топлива. То есть изменение по скорости. Для тех, кто не знает, что такое Дельта В, да? Это разница скоростей между телом, движущимся с одной скоростью. Если выработает все топливо, он приобретет скорость вот такую. Ну, или потеряет, если он будет давать против хода движения. То есть это у нас и разгон, и торможение. О! Какой движок клевый. Вот, кстати, есть мелкий такой. На 0,58 на 2. 2,64 это много. Это очень большая тяга. А здесь 0,63 маленькая, но почти 3000 Дельта В. Мне в космосе где-то далеко в межпространстве летать не надо. Мне надо очень быстро изменить свое местоположение и изменить тягу. Соответственно, я возьму тот, который позволяет мне большую дельту при большем ТВР. Установим SAS, для того, чтобы оно спокойненько у нас поддерживало свою собственную пространственную ориентацию. Повесим туда мех джеб сверху. Вот так. И вот такая болванка полетит у нас у космос. А кроме всего прочего, я сюда повешу еще модуль. А, нет, стоять. А может быть его вернуть все-таки с посадкой. Тогда мы этот вешаем сюда. Этот сюда. Вот это открепляем. Сюда вешаем маленький декуплерчик, который нам отсоединит. А сверху вешаем парашют. А где у нас парашюты? Ммм. Не понял. А где иконка с парашютами делась? Вот так-так. Еще раз проверяем все. Знаете, что я забыл? Вот это. Коммуникацию забил. Сколько этот? Забил. Забыл. 500 я возьму 1.1, который 2.5. Я вот этот возьму. И гейрометр какой-нибудь. Антенна. Так, в спускаемом состоянии повесим сюда щит защитный. Шит защитный. Зашитный шит. Ага. Что там, видите, нету пока этой. Ладно. Так, вешаем. Что получается? Теперь распределяем у нас здесь. Первое. Первое запускается двигатель. Кстати. Это двигатель Solid. Ух ты блин. Это нехорошо. То есть, если я его подпалю, остановить я его не смогу. Значит, мне надо менять на двигатель какой-то другой. Этот по три тяги на монотопливе тоже не катит. У нас здесь не монотопливо, у нас здесь обычный. Хотя можно и монотопливо залить, да? Неа. Пока что не имею права. Так. Это тоже твердотопливание. Да что ж ты будешь делать? Ты кто? Ой, нет. Ты здоровый. Вот. Вот этот маленький. Вот. Но это тоже на монотопливе, да? Нет, это нормально. На жидкостном 2.6 и 1300. О, вот это нормально. Вот на ракету хоть похоже. Итак, мы его запускаем. Отделяем. И потом приземляем на парашюте. Да. Эти части собраны. Но теперь его же надо выгнать куда-то вверх. В сторону орбиты. Поэтому мы подключаем его еще. раз. К стейджингу. Стейджинг, да, это у нас ступень. Мы пока возьмем и передадим оттуда или вернем только температурные показатели. Я сейчас не буду вешать много всего. Единственное, что я забыл, знаете, здесь перед спуском как бы так не мешало бы электричество с собой взять. Ого. О, 800. Вот. Вот электричество нам надо. Похоже на какую-то военную ракету, правда. Но ничего страшного. Так. И запихать его туда на орбиту вот таким вот ракетным движком с тягой в... Угу. Это здоровое. Слушайте, это вообще все здоровое. И вот так вот его сейчас развернуть и... Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр. Кстати, это идея. С хорошей тягой можно туда кидать его. Так. Ну, нет. На самом деле надо что-то серьезное. Оно все такое большое. Давайте мы уменьшим. Вот 230-ку. Мы ее просто уменьшим в два раза. И получим 248 на 1000. Нет, это дофига. А давайте вот эту 90-ку попробуем. Она будет работать в полувакууме, в полуневакууме. О! 105. Отлично. 105 в атмосфере 0.82. Я надеюсь, что в атмосфере она работать не будет. Либо будет работать в атмосфере очень-очень-очень-очень разреженной. Итак, у нас 2600 суммарно. И нам надо добавить теперь теперь надо добавить какой-то конус для того, чтобы перейти на нормальные топливные баки. Нормальные я имею в виду хотя бы потолще. Вот такие. То есть, это 0.62, а это 1.25. Вспоминал. какие-то размеры есть баков. И вот сюда уже можно повесить вот эту 230. У нее будет 3000. 5000 нам хватит в атмосфере. Это 3400. То есть, это так на суборбитальный полет, конечно. Но хочется сразу на орбиту выскочить. Поэтому трешки ТВР это много. То есть, тяга очень большая. Поэтому мы сделаем вот так и вот так. тяга будет 1.94, 6 и в атмосфере будет 4.500. То есть, нам на то, чтобы выйти на самом деле на орбиту, надо затратить 4500 дельта в. 4.500. Сохраним это как R1. Вот. Так. И теперь у меня вопрос по стабильности к ней большой есть. Нам ТВР большой нельзя, потому что мы поставили перегруз деталей. Если у нас перегруз деталей пойдет, отгребем мы с вами не по-детски. Поэтому мы ставим канарды. Канарды это на русском сказать правильно. Короче, стабилизаторы, которые не двигаются. Их 3, давайте их 4 поставим. Чтобы ракетка постабильней шла, траектория у нас будет достаточно вертикальная. Я думаю, потом мы уже в полога будем разгоняться. И я вот не знаю, ставить стабилизаторы сюда или не ставить. Давайте поставим. Что нам, господи? Количество деталей позволяет. У нас еще 3 запаса. Ну и пробуем. Пока солнце светит, негры пашут. Кербалы пашут. Простите. Зеленые огурцы. Итак, вот тут включаем САС. Включаем тягу где-то на 60%. Добавляем до полной, если он сразу не сорвался с 60% и идем. Идет она достаточно стабильно, я бы сказал. Пока что. Вот. По качеству работы самого Кербала в принципе тоже без нареканий. Мех джеб стоит. Вот начал ее раскачивать. Потихоньку надо замедлиться. Не разгоняться больше 300 выше скольки? Выше 3000 или выше 13000? Короче, нельзя разгоняться выше 330. Жидкое топливо. Знаете, что мне нравится в русском переводе? Что он расширил эту полоску за счет перевода. Не, фьюел или liquid фьюел. А жидкое топливо она длинная, то есть более точно можно отслеживать ее изменить. Вот, да, мы прошли 5000, нас перестало колбасить, а разгон у нас все равно продолжается. То есть у нас плотные слои вот здесь атмосферы, чтобы не было такого звукового жесткого удара. Я уже не помню, как называется, надо посмотреть будет. Даже в реальности есть эта скорость 330 метров в секунду. Вот, она является такой достаточно интересной. Поэтому мы можем потихонечку попытаться наклониться. У нас 19 километров с вами уже на сегодняшний момент, а сам апогей у нас почти 40. Поэтому можем потихоньку наклонять орбиту для того, чтобы ее превращать из вертикальной в более эллиптическую и потом практически сферическую, не сферическую, а окружность радиальную. Вот, видите, вот такой мой путь оттуда, вот так вверх и пошел. Видите, теперь я начинаю двигаться не только вверх, но уже и вдоль. Как это посмотреть? Нажимаю кнопку М, ой, сколько у меня здесь баз, надо будет их скрыть, потом они мне сейчас не нужны. Видите, вот я начинаю потихонечку разгоняться. Вот эта связь показывает с базой, с другими центрами, вон на островах за мной контролирует. мой апогей уже достиг 70-80 километров, я остановлюсь на 90 где-то примерно. Что такое апогей, да, и почему на 70 или на какой-то другой, значит, 70 это высота атмосферы кербала. То есть выше нее добавить маневр, добавляем маневр, разгоняем нас, вот видите дельта В, я должен в этой точке добавить дельту В, для того, чтобы выйти, вот, сколько там береги, 86, а здесь 92, да, видите, я должен добавить 1000 дельта В, направить свое лицо вот сюда в синий маркер, зеленый хотел сказать, и через минуту 15 Estimated Burr, лучше я уже дам по полной, потому что я его уже проворонил на самом деле, по-моему, и у нас перебор по топливу, раз, и запускаемся, все, видите, та пошла, и мы четко идем по орбите, нет, мы еще не перебрали точку, но нормально, можем не успеть, потому что, видите, там Дельта В ее не хватило, но там ТВР, то есть тяга двигателя была настолько большая, что вся Дельта В, которую мы применяли, она очень быстро изменялась, здесь Дельта В изменяется, точнее, ну, медленнее, за счет того, что тяга двигателя меньше, но у нас и масса стала меньше, поэтому, в принципе, у нас более-менее адекватно идет, здесь я контролирую, у нас апогей, это высшая точка орбиты, перегей, это нижняя точка орбиты, вот нижняя поднимается, и верхняя, кстати, у нас тоже поднимается, вот, вот если я сейчас остановлю и посмотрю, видите, у меня точка апогея ушла чуть дальше, а этот еще не поднялся, то есть я еще по орбите как бы не иду, я иду еще по суборбите, поэтому я сейчас возьму немножко в радиальное направление, вот, себя и дам залп для того, чтобы поднять точку вот так, по маневрам орбитальным, смотрите, у меня гайд есть, так, это мы уже 123, давайте я сейчас чуть назад дам, вот, перенгей 17 километров, то есть я уже вышел над поверхностью, да, вот, но это еще не орбита, то есть орбитой будет считаться тогда, когда мой апогей и перенгей будут выше 70 километров, правой кнопкой мыши на ноде я ее фиксирую, 65, 70, все, здесь 175, вот, мигают у меня все данные, можно здесь сбросить все управленческие наши контролы, мы вышли на орбиту, мы вышли на орбиту, вон наш обломки R1 в 53, 55 километрах от нас, мы спалили половину топлива, и у нас еще осталось очень много, то есть на самом деле мы можем даже сейчас рвануть достаточно далеко, чуть ли не к Луне, для того, чтобы точно сказать куда, я вам сейчас возьму, вот он, этот керр, и мы посмотрим в Весел, да, Весел, это ваше судно, вот, общее Дельта В 1964, этого хватит, чтобы слетать к Луне и вернуться на самом деле, на минуточку, но у нас не хватит связи, поэтому мы сейчас проводим эксперимент по температуре, сохраняем его с собой, а лучше, знаете, что, лучше просмотрим данные и передадим в 100% объеме, даже если у нас что-то пойдет не так, во время посадки мы разрушимся, то данные мы передадим, в принципе, мне бак больше этот не нужен, да, тут еще есть дофига топлива, но он мне не нужен, я его отключаю, вот такое вот расхождение красиво идет, очень классно красиво идет, очень плавно работает все, поэтому все очень хорошо, теперь я разворачиваю, ууууу, не так резко, я разворачиваюсь против движения, Retrograde это называется, против движения, включаю двигатель и даю тягу, видите, я затормозился, то есть эти обломки летят быстрее, чем я сейчас, соответственно, я когда торможу, сейчас я буду продолжать тормозить, видите, я сразу уменьшаю свою орбиту, вот, кстати, пролетели, то хотел сказать, мои обломки мимо меня должны пролететь, где-то там еще главный корпус летел, ну, наверное, я его уже не зац... и войдю на мохо, я его уже, наверное, не увижу, я от него далеко улетел, да, больше 75 километров я не вижу, ну, и да ладно, значит, еще раз, я гашу максимально скорость только, сколько мне надо, контролирую орбиту по спуску, я хочу приземлиться не на базе, а сплэш сделать, то есть сплэш это при планете в воду, но я не хочу совсем в этом самом в темноте, но придется, потому что у нас уже солнышко здесь заходит, видите, мы в темноте будем, также я не хочу делать слишком крутую траекторию, слишком крутую я не хочу, по той простой причине, я, кстати, только сейчас достиг апогея, вот высшая точка моего, почему я не хочу, если я сделаю слишком крутую траекторию, а что это было, подождите, а, стейдж дестроид, стоит мод у меня сейчас на возврат стейджей, то есть первая, вторая ступени отработанных, я могу спускать и могу их восстанавливать, ну, типа SpaceX, вот, сейчас, естественно, я их отбрасывал, они упали и разрушились, значит, что я хочу, я хочу оставить орбиту достаточно оптимальной, да, скажем, для того, чтобы я успел и замедлиться об атмосферу, но и в тот же момент не лететь очень долго в плотных слоях атмосферы, чтобы не нагреваться очень сильно, если я сделаю крутой спуск, я не успел и затормозиться, мне не хватит времени и высоты для того, чтобы открыть парашют, потому что на той высоте, где я должен буду уже открыть парашют, моя скорость будет большая, парашют сорвет, вот, ну, что моя сейчас скорость, видите, высота 112 километров и скорость движения по орбите 1596 метров в секунду, и я разгоняюсь, потому что я падаю, значит, до 70 километров мы смело можем а то и до 60 смело можем снижаться, вот видите, он нас бросил и ограничил у нас увеличение скорости наш варп, так сказать, до 4, чтобы ничего со мной не случилось, но я конкретно иду над базой, база называется Eastern Mountains, то есть восточные горы, 9 мегаметров у нее вместо одного, помните, мы улучшили с вами нашу радарную установку, кое-где там города светятся, видите, и вот мы где-то между этими городами шлепнемся, я надеюсь, что между, да, да, вот он побережье, полукруг, и вот я где-то здесь, вот я вошел в плотный слой атмосферы, у меня сейчас начнет все греться, красный парашют горит о том, что рано его выпускать, небезопасно, я могу затормозиться с помощью двигателя, дать обратную тягу, учитывайте только перегрузки всякие, перегрузки у вас вот здесь вот указаны, то есть зеленая зона хорошо, в красную будут разрушаться, вы оттормаживаетесь неплохо, в принципе все закончилось, по температуре у нас никаких проблем нету, главное, чтобы антенна не разрушилась, а знаете, в чем плохо, то что антенну если я сейчас отключу, у меня отключится связь, или не отключится, 14 километров, и видите, я затормозился нормально, нормально затормозился, вот надо проверить, здесь есть связь у меня, гибернация, мехджеп, слушайте, я не знаю, сигнал, нет данных, поэтому вот, парашют я могу открыть, поэтому лучше я парашют открою, раскрыть парашют ручками, все, и вот теперь после всего этого я могу отцепить ненужную часть, и если у меня пропадет связь, а она у меня пропала, видите, то есть, ну, опыт свое дает, как бы, дело, да, то есть, я уже заранее подумал, вот, без антенны, видите, мне уже ничего не надо, главное, что у меня парашют выпущен, мне никаких действий над моим спутником делать не надо, мне надо только подождать, пока он в автоматическом режиме сам спустится, на полутора тысячах метров он раскроет парашют, по-моему, или на пятистах, или на тысячи, ну, короче, он раскроет парашют, потому что скорость, в принципе, очень небольшая, 70-80, вот, на тысячи, после тысячи начинает открывать, видите, вон, сплэш был, упали наши остатки, и вот он начинает спускаться со скоростью 3 метра в секунду, то есть, на деталях у вас есть такой параметр, как, не знаю, как сейчас на русском перевести, ну, толерантность к столкновению, да, если так перевести в тупую, Tolerance Impact, то есть, какую скорость выдержит деталь, не разрушившись, да, при соударении, там, некоторые детали, особенно ноги, там, выдерживают 12 метров в секунду, некоторые 20 метров в секунду, то есть, грубо говоря, они могут столкнуться с твердой поверхностью на скорости до 20 метров в секунду, и с ними ничего не будет, повреждения, а некоторые детальки есть очень такие, скажем так, нежные, да, как солнечные панели, там, незначительное касание уже приводит к разрушению, так, водичка течет, водичку, кстати, тоже переделали, по-моему, а может и нет, не знаю, и высота у нас 127 метров, господи, еще крутить мне наш ускоритель, крутить, видите, как оно медленно, 3 метра в секунду, долго приходится ждать, так, 45, 40, 35, 30, 25, 20 до касания, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, припланетились, ура, с чем я вас и поздравляю, первый спутник, Kerbal Space Research, приземлился на планете, успешно, и привез с собой много важных данных, как минимум, наши недавние успехи в освоении космоса, привлекли внимание новых организаций, мы вернулись на Землю с орбиты, 240 тысяч, 2 науки, 5 репутаций, мы приводнились в океане, вот, а можно припланетиться, мы побили рекорд глубины погружения в океан, равной 10 метрам, я не знаю, почему мы тонем, или не тонем, нет, не тонем, но мы, видимо, нырнули вниз, короче, забираем, вернуть аппарат, в зависимости от того, как далеко вы припланетились, и как далеко вы забираете аппарат, там есть бонусы, пенальти, а почему не работает? Хм, космический центр снежи, а почему, а что такое? Ну, ноу-коннекшн, это не должен влиять, вообще никак, ааа, вернуть аппарат не могу, потому что, эта зараза, продолжает движение вниз, просто отрицательный нам не показывает, я не могу забрать ее, пока он двигается, наши недавние спехи, в освоении космоса, так, новый рекорд глубины погружения, 80 метров, видите, и он продолжает падать, и падать, и падать вниз, вот это, кстати, момент, я не знаю, от чего это, это от версии 1.3, или это от модов, или это от багов, или еще от чего, вон, жул, смотрите, взошел, поэтому, пока у него есть, двигается, видите, поверхность, 1.1 метр, то есть, он двигается на поверхности, со скоростью 1.1 метр, тормозов, естественно, у нас нету, и я не могу его забрать, и пока он двигается, видите, я не могу выйти в космический центр, поэтому, возможно, мне придется подождать, пока он не остановится, об дно, на какой глубине это дно, я не знаю, поэтому, увидимся в следующей серии, я думаю, тем более, что уже как раз у нас время подошло, к окончанию, не забывайте ставить лайки, еще раз напоминаю, что лайки, комментарии, будут являться для меня, очень важным, мотиватором, продолжению, или не продолжению, этой серии, вот, ставьте пальцы вверх, не забывайте подписываться, вот, вот, видите, мы приближаемся, как Proaching Pressure Limit, то есть, к лимиту давления, а мы на глубине, непонятно какой, и вернуть аппарат мы не можем, так что, в общем, не зря я, наверное, 240 метров, не зря я, передал температурные данные, так вот, 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 на этом, как бы, все и закончилось, и вот, теперь я могу спокойно вернуться в космический центр, и сказать, что у нас все прошло почти успешно, за исключением последних минут, после приводнения, ну, что ж, для нас это опыт, который кербалы извлекут, из первого полета, даже для первого полета, я считаю, это было очень замечательно, всем спасибо, что смотрели, увидимся в следующих сериях, пока-пока, с вами был GameDragon. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Субтитры создавал DimaTorzok,